Британская компания Bowers & Wilkins уже более 50 лет занимается разработкой аудиооборудования. А с 2010 года они начали выпускать свои первые наушники и беспроводные акустические системы. Но за последние пару лет у разработчиков было творческое затишье перед выпуском чего-то совершенно нового. Это касается как наушников, так и мультимедийных систем. И 2019 стал годом обновлению компании в сегменте портативного и мультимедийного аудио. Сегодня у меня на обзоре два новых представителя беспроводных наушников. Модель PX-7 и PX-5. Bowers & Wilkins показали свои первые наушники с активным шумоподавлением. Шумоподавлением. Первые свои наушники с активным шумоподавлением Bowers & Wilkins показали в 2018 году. Они обладали хорошей музыкальностью, приятной подачей звука, но очень спорным комфортом. Поэтому многие могли им предпочесть альтернативу в виде Sony или Bose. Но поработав над недочетами, они смогли выпустить обновленную линейку, сохранив премиальность, удобство и фирменный звук. Обе модели наушников выпущены в новом дизайне. Основой конструкции их послужил каркас из композитного углеродного волокна, а наружные части наушников обтянуты тканью. Такое решение позволит дольше сохранить наушники от нежелательных следов использования, сохраняя повышенную прочность и легкость конструкции. Внутренняя часть оголовья и амбушюры изготовлены из натуральной кожи, для комфортного ношения длительное время. Порой я проводил в наушниках более 2-3 часов, не снимая их, и мне не доставляло это никакого дискомфорта. Стоит заметить, что когда вы берете новые наушники, то кожа на амбушюрах не такая мягкая и податливая. Но это только на первый взгляд. Тут можно провести аналогию с кожаной обувью, которую нужно тоже немножко разносить. И буквально через неделю вы уже почувствуете, как наушники намного мягче и приятнее сидят на ваших ушах. Хоть наушники и выполнены в одном стиле, но различия между семерками и пятерками все же есть. Семерка – это полноразмерные охватывающие ухо наушники с глубокими чашами и 43-х миллиметровыми динамиками. А пятерка – это портативные накладные с плотными амбушюрами для хорошей шумоизоляции. Новая пятерка не сравнится со старыми, с прямоугольными амбушюрами. Технически БВ не тормозят и используют основные тренды. Наушники заряжаются через USB Type-C с возможностью зарядить наушники на 5 часов работы всего за 15 минут. Младшая модель с полным аккумулятором может проработать до 25 часов, а старшая – до 30 часов. Такой показатель позволит заряжать наушники примерно раз в неделю. Но немаловажной функцией является возможность не только подключить наушники через 3,5-мм разъем к вашему устройству, но и можно подключить наушники по USB кабелю к компьютеру. И весь сигнал будет обрабатывать ЦАП наушников. При этом наушники будут еще и заряжаться. Также приятным сюрпризом оказалось то, что при подключении по USB наушники еще и заиграли на 20% громче и более качественно. Поэтому в домашних условиях настоятельно рекомендую подключать именно по USB. Тем самым можно закрыть вопрос сразу по домашним наушникам без покупки звуковой карты или ЦАПа и получить Bluetooth-наушники с отличным функционалом. Кстати, я пробовал подключить наушники по USB кабелю к телефону через OTG-разъем. Они работали, да, но такого прироста в качестве звука и громкости, как от компьютера, не было. Видимо, не хватает тока, как от USB 3.0 на компьютере. Но когда вы хотите подключиться по Bluetooth, то наушники используют современные кодеки APTX HD и APTX Adaptive, он же Low Latency, который позволяет уменьшить задержки звука до минимума при просмотре видео или во время игр и помогает сохранить стабильность сигнала при сложных условиях, где вас может окружать множество радиочастотных помех. При этом вы сохраняете максимум качества при беспроводном подключении. Для обеспечения максимальной шумоизоляции в PX трудятся аж 4 микрофона. Технология шумоподавления не такая зверская, как у QC35, но при этом звук метро, шумной дороги и задувание ветра наушники способны убрать, не выпручивая громкость на максимум. Кстати, о громкости. Для обеспечения... Обеспечения... Жизнеобеспечения. Кстати, о громкости. Для обеспечения максимально длительной работы наушников и сохранности вашего слуха на долгие годы, как и у всех Bluetooth наушников, есть определенный ограничитель громкости внутренним усилителем. Поэтому, если вам захочется навалить побольше, нужно покупать отдельный плеер и подключать по 3.5 разъему, либо к компьютеру по USB, о чем я уже говорил ранее. Только стоит заметить, что наушники по кабелю 3.5, либо же по USB будут работать только в том случае, если вы включите наушники. Соответственно, для работы по аналоговому кабелю нужен будет все же заряд. Но тут можно не угадать. В том плане, что можно не успеть зарядить наушники настолько заранее и остаться, в принципе, без музыки в дороге. Решение, конечно, спорное. Возможно, разработчики и думают, что шумодав все время нужен, хоть он и не портит качество звука. Но все же можно не предугадать тот момент, когда не будет возможности зарядить наушники заранее. Плавно перейдем к элементам управления наушниками. На левой чаше есть единственная кнопка, отвечающая за переключение трех режимов шумоподавления и включение режима прозрачности, когда вы можете, не снимая наушники, перекинуться с кем-то парой слов или услышать объявление в зале ожидания. На правой чаше расположились регуляторы громкости, переключатель треков и кнопка включения наушников. Признаться, кнопки на PX5 было легче нажимать. Не из-за того, что они разные по размеру. Нет. Дело в том, что кнопка включения у пятерки находится в нижней части наушников, а у семерки верхней, над кнопками громкости. И когда во время прослушивания тянешься отрегулировать громкость на пятерках, то рука сразу ложится на среднюю кнопку и легко было нащупать кнопки громкости. А вот при эксплуатации семерок рука часто попадала на кнопку включения и пару раз даже случайно выключал наушники, когда хотел сделать громче. Но это лично мое мнение, может у вас таких ситуаций и не будет. Касательно приятной функции, то в чашах установлены специальный датчик, которые останавливают музыку, когда вы снимаете наушники или отрываете любую чашу от уха. А теперь немного о звуке. По-прежнему сохранился фирменный почерк звука. Наушники не пилят и не цыпают. Они обладают смягченным характером звука, который приятно долго слушать, без усталости. А самое главное, они сохранили естественность и натуральность, я бы сказал даже телесность музыки. Но характер звука это то, что объединяет пятерку и семерку. А дальше начинаются отличия. Как говорится, против физики не попрешь. Для себя я однозначно бы выбрал семерку, потому что здесь крупнее динамик, больше чаша. И в результате мы получаем более точный, более детализированный, структурированный и динамичный звук. Даже есть неплохое подобие построения музыкальной сцены, когда у пятерки же все играет в одну плоскость, с меньшим драйвом и меньшей яркостью. Если сравнить семерки с теми же Sony 1000 XM3, то у Sony больше акцента на низких и более яркий верх с менее натуральным вокалом. Поэтому я чаще слушал Sony на электронной и тяжелой музыке. Но как только в плейлисте появилась музыка с большим количеством натуральных инструментов или что-то вокальное или джазовое, то на BV получаешь просто море удовольствия. Скорее всего, вы будете носить наушники с собой. И для этого производитель предусмотрел в комплекте чехлы у обоих моделей. Поэтому можно смело брать наушники с собой в поездку, уложить их в чехол и кинуть сумку, не переживая, что с ними что-то случится. И, конечно же, обе модели оборудованы встроенным микрофоном для качественной передачи речи во время разговоров. Наконец-то встроенные микрофоны у Bluetooth-наушников способны более-менее передавать качество речи во время телефонного звонка на улице. И вам собеседник не будет говорить, что вас ужасно слышно. А для вызова голосового помощника достаточно зажать кнопку паузы на 5 секунд. И в зависимости от вашего смартфона можно отдавать команды через микрофоны наушников. Для подключения и настройки наушников советую использовать штатную софтину, внутри которой все интуитивно понятно. Для первого подключения, так и для дальнейшей эксплуатации. И неважно, предпочитаете вы портативные накладные наушники или же полноразмерные охватывающие. Обе модели у производителя получили, что сказать, на славу. Они объединили в себе премиальный и сдержанный дизайн, современные функции и классический английский характер звука. Поскольку наушники – это вещь персональная, то перед их покупкой настоятельно рекомендую послушать и выбрать подходящую для вас модель. А это можно сделать в наших магазинах в Киеве, в Днепре и в Одессе. Субтитры создавал DimaTorzok